А теперь давайте поговорим о том, как основать здоровую церковь, способную к воспроизводству. Мы с вами уже отмечали, что одно дело количество организованных общин и охваченных проповедью Евангелия людей, и другое их качество, их способность быть общинами царства, здоровыми общинами. Давайте признаем, что нездоровая церковь не способна к воспроизводству, а если и способна, то вряд ли она породит нечто жизнеустойчивое. Этот раздел опять-таки будет полезен широкому кругу, как основателям новых церквей, так и служителям уже существующих общин, поскольку речь в нем пойдет о ряде фундаментальных принципов. Предлагаю рассмотреть шесть основных правил правильного развития церкви. Первого из них мы уже касались, и будем касаться еще в рамках нашего курса. Звучит он так, следите за духовным развитием руководства, поскольку именно от него будет зависеть духовное здоровье общины. Мои многочисленные наблюдения показывают, что пастор всегда ориентирован на восполнение самых насущных нужд общины, выражаясь образно, смазывают скрипучую телегу. Что при этом происходит? Пастор выполняет свои привычные обязанности, проповедует, посещает людей, занимается административными делами, и при этом получается, что большую часть времени он проводит с теми, кто испытывает какие-то серьезные трудности. Нередко пастор оказывает именно душепопечительскую помощь, и это прекрасно, особенно если он наделен соответствующим даром. Но такое положение дел таит в себе определенной опасностью. Организация церкви всегда сопряжена с общением со многими людьми, каждая из которых в чем-то нуждается. Новообращенные, например, стараются преодолеть боли христианского роста, перестроить приоритеты и упорядочить свою жизнь во Христе. Однако может оказаться, что практически все свое время пастор будет посвящать нуждающимся и помогать им в разрешении действительно насущных проблем, не уделяя должного внимания духовным лидерам. Молчат и хорошо, значит, ничего не происходит. Так что будем заниматься теми, кто об этом просит. На мой взгляд, так рассуждать не следует. Вспомните, сколько времени и сил Христос уделял Своим ученикам, 12 апостолам. Потому что эстафету в попечении от церкви со всеми ее нуждами и проблемами примут именно они. Таким образом, правильное формирование общины требует постоянной заботы о надлежащем духовном состоянии ее лидера. Как конкретно это выглядит? Что подразумевает? Во-первых, регулярные встречи лидерского состава для совместной молитвы или индивидуальные беседы с лидерами об их духовной жизни и их духовном состоянии. Мы, например, пару раз в месяц устраивали совместные завтраки и за ними обсуждали не дела церкви, не чьи-либо проблемы и нужды, и не планы на будущее. Мы просто говорили о себе, о своих семьях, о духовной жизни, о личном развитии. Иногда мы вспоминали какие-то тексты из пастырских посланий и примеряли их на себя. Поверьте, попечение о духовном состоянии лидеров – дело важное и даже не слишком затратное по времени, особенно если никакие катаклизмы на этом фронте не происходят. Следите за их духовным здоровьем, потому что от этого будет зависеть здоровье церкви в целом. Если среди лидеров происходит разделение, если они раздираемы спорами и раздорами, если в семьях у них разлад и неразбериха, если отношения со Христом давно перестали пульсировать жизнью, такой будет и атмосфера в церкви. А ведь они призваны быть примером для подражания. Сильное ядро общины – это сильные лидеры. И пусть в вашей общине будут люди с личностными и жизненными проблемами, главное – здравое руководство. Помогая им стать настоящими служителями, вы фактически приумножаете и само служение, которое в конечном итоге распространяется на большее количество людей. Понятно, что мои индивидуальные ресурсы ограничены. Вспомните Моисея и Афора. Вспомните, как Моисей старался все делать сам, но его тесть и Афор посоветовали ему избрать себе помощников, дабы не измучить себя окончательно. Усмотри себе надежных людей и поставь их над народом. Таким образом, своими усилиями по формированию лидеров, координаторов служений и так далее, я, по сути дела, способствую воспроизводству служений. Поверьте, это вполне осуществимо. Наличие в коллективе лидеров ячеек, способных послужить людям в самом необходимом, снимает с меня, как с пастора, определенную часть нагрузки. Поэтому поддержание духовного здоровья лидерского состава церкви – одна из важнейших задач. Не умаляйте ее значения. Второй принцип достаточно просто ясен. Звучит он так. Структура церковного служения должна соответствовать библейским целям и ценностям. Но просто ясен он лишь на первый взгляд. Порой сосредоточенность на конкретных служениях уводит церковь от фундаментального вопроса. А чем обусловлена необходимость этих служений? Церковь может заниматься многим, но при этом не самым значимым. Новая община в силу ограниченности ресурсов позволить себе такого не может. Охватить всего вам не удастся. Поэтому надо определиться с приоритетами. Наш список, например, возглавили проповедь. Поклонения и активные ячеечные группы. Следовательно, в фокус служения были помещены надлежащее разъяснение Слова Божьего, вдохновляющее общецерковное поклонение, как форма евангелизации, а также развитие ячеек и, соответственно, учеников. Это были главные направления. И на жалобы по поводу отсутствия в церкви хора мы отвечали так. Это было бы неплохо, но осилим ли мы это служение и насколько оно нам сейчас необходимо? То же самое касается и, скажем, молодежной группы. Идея прекрасная. Но, может, стоит пока ее отложить? Итак, сосредоточьте основные усилия на развитии основных служений, а уж потом организуйте дополнительные, сообразно библейскому учению и миссии вашей церкви. В этом вопросе я бы порекомендовал вам вот эту довольно известную книгу «Целеустремленная церковь» Рика Уоррена. Автор призывает к созданию сбалансированной с точки зрения структуры служения и общины, ориентированной на исполнение библейских предписаний. Не воспроизводите традиционный формат. Не копируйте церкви, из которых вышли вы сами. Лучше спросите себя, а послужит ли задуманное исполнению предназначения церкви, ее миссии? Будет ли это способствовать воспитанию учеников Иисуса Христа? Полезно ли это для благовестия, для свидетельства о Христе в миру? Станем ли мы инструментом в Божьих руках для преобразования людей и общества в целом? Задайтесь этими вопросами. Охватить все все равно не получится. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok